Это рыцарский поединок, разумело, постановочный, однако сделано все на самом высоком узровне. Одразу кажется, что это реальная битва, которая напоминает сцену с исторического блокбастера. А уже конкретно, именно эти боевые элементы, это уже как получится, кто как умеет. Нашли тут одно интересное такое событие. В 1399 году было объединенное войско, оно состояло и из западноевропейских рыцарей, и из местных уроженцев, от воинов Великого княжества Литовского. Все они пошли воевать с монголо-татарами. Была такая битва на реке Ворскли. И вот как раз они проходили через Гомель. И вот здесь мы и показываем такой походный лагерь западноевропейских рыцарей, которые идут на место сбора войск. Музей живой истории имел несколько тематичных блоков. Можно было поглядеть на приготовление середневечной ежи и навод поспробовать ее. Доведаться, как выглядал шатер и какое оденье было у рыцарев и жанчин того часу. До речи, треба знать, что коли 80% усяго реквизиту сделано у дельниками исторической реконструкции. А кроме того, проведению мероприемства попередничая, вялизная, навуковая праца. Внешне кажется, что это только костюмы, тут оделись, подрались на мячах. На самом деле, это очень глубокий пласт изучения именно самой истории. Чтобы пошить костюм, ты должен знать, с каких тканей ты можешь пошить. Если ты знаешь свой социальный статус, ты должен именно к этому социальному статусу подобрать украшения, ткани, крои, покрои. Потому что, допустим, у меня это платье, оно определенного кроя, которое нельзя шить. Допустим, платье для крестьянки. Оно просто не допускается. Поэтому очень много таких нюансов, которые нужно изучить еще до пошива костюма и до приезда на фестиваль. У реконструкции удельничают не только выкладчики, а и представники самых розных профессий, для которых подобная справа стала часткой жития. Просто такие узнавления им удается подтримливать текавость и у молоди, да и истории родной земли. Дмитрий Котов, Андрей Иванов, телерадиокомпания Гомель.